Назвать этот ДК очагом культуры не поворачивается язык. Здание довоенной постройки не видела капремонта многие годы. Местные жители помнят, как в детстве приходили сюда на концерты и просмотр фильмов. Но эти времена давно канули в лету, и ДК нуждается в ремонте. К счастью, в этом году Аул Джигута попал в федеральную программу благоустройства сельских территорий. Ну как будто эти федеральные программы вышли. Там строят, там строят. Вот при этом тогда, может, в нашей Аулу тоже в такую программу попасть. Анимали уже вот за прошлого года, как начало работать. Почему в Аул Джигуте тоже в такую программу не попасть. В этом году сейчас уже должны начать работу. Ремонтные работы здесь проводились раз в 20 лет. Они и не позволили зданию разрушиться. Но как бы то ни было, ДК сегодня не в рабочем состоянии. Местных детей для занятий танцами и музыкой приходится возить в соседние сёла. В таких красивых местах живём и не имеем просто элементарного для детей развлечения. Мои уже выросли, уехали, но мне жалко внуков своих. Очень. Приходится возить в город, приходится возить в другие места, чтобы они занимались спортом или музыкой. Ну, мало ли, сейчас дети должны развиваться, сейчас же жизнь такая. А мы стоим на месте. И очень давно. Скорые перемены коснутся и самого ДК, и соседствующие с ним некое подобие спортзала. А пока что дом культуры больше напоминает птичье гнездо. Следы пребывания пернатых здесь буквально повсюду. Но новую жизнь ДК вдохнут уже в этом году. А вместе с обновлением зданий возродится культурная и спортивная жизнь аула. Алина Баташева, Назеркапушев, Архыс, 24.